Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор автомобиля номер 2! Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, сегодняшний баг будет отличаться кардинально от тех, о которых мы снимали последние несколько видосов. Потому что в основном у нас была тема по поводу заработка денег с помощью различных багов с продажей автомобилей. Но сегодня я нашел комментарий подписчиков, который мне подсказал другой совсем баг, который не связан никак с заработком, а скорее с каким-то приколом. Поэтому давайте сейчас же его и посмотрим. Он мне написал вот, собственно говоря, что. Пишет нам вот такой вот мой подписчик с ником Nekic 012 Pro. Ладно, личий баг проверен. Берешь любую машину по желанию. Тонируешь в черный. Короче, нажимаешь кнопку открыть окно и сразу же нажимаешь кнопку от второго лица. Поворачиваешь камеру на окно, которое открываешь. Баг проверен, пожалуйста. Покажи всем, что пользователи очень подойдет для оперских российских машин. Я просто белорус. Окей, на самом деле баг очень тяжело было разобрать его комментарий, но суть я, в принципе, понял. То есть для этого, для юзания этого бага нам нужно купить какую-то русскую машину, потому что на ней будет смотреться лучше всего. А потом как-то понатыкать вот таким вот образом и что-то должно произойти. Я не знаю, в чем, собственно говоря... Ой-ой-ой, слишком сильно разогнался. В чем сильно заключается данный прикол. Но мне так кажется, что он имел в виду то, что можно будет затонированным ездить от первого лица. Окей, поэтому давайте для этого сейчас будем покупать семерочку. Просто, ё-моё, как долго двери открываются. Окей, ладненько. Но это кангисье гимера. Вот это вот крутая вот кансьёги. А вот давайте покупаем семерку. И, собственно говоря, идем тестить этот, собственно говоря, баг от подписчика. Я не знаю, что именно это будет, каким образом вообще сделать так, чтобы это заработало. Но для начала нам нужно хотя бы доехать до автосервиса Жорика, потому что это не Кёнингсек. Поэтому нам придется ехать очень медленно. Наверное, на Кёнингсек я бы уже доехал бы до Жорика давно, уже как минуту-две бы я уже стоял бы у него в автосервисе. А тут мы будем ехать, ну, видимо, очень долго до автосервиса, потому что семерка, ну, не та машина, с помощью которой можно быстренько доезжать от точки А в точку Б. Поэтому, ну, тут придется чуть-чуть потерпеть, чтобы хотя бы как-то быстренько доехать докуда-то. Поэтому, ребята, если вы на этом канале впервые, я хочу воспользоваться возможностью, пока я еду до автосервиса. Подпишитесь на канал, давайте добивать 116 тысяч подписчиков. И мне будет очень сильно приятно. Поэтому, дружище, если ты тут впервые, нажимай на кнопочку красненькая, кнопочка подписаться и сделай из неё серую кнопку «Вы подписаны». Мне будет действительно безумно приятно это сделать. Поэтому, ребята, сейчас мы с вами, собственно говоря, заезжаем в автосервис к Жорику, где мы будем делать просто тонировку на эту семерку. Окей, просто вот сейчас берём, тонируем её в чёрный цвет. Ничего другого мы не... А, это у нас не в автосервисе к Жорику. Тьфути, я уже забыл совсем, что у нас покрасочная существует для этих манипуляций. Почему-то я по старинке решил заехать туда. Ребята, лайк ставьте на видос, если тоже бывает такое, что вы перепутываете. И что-то там хотите заехать покраситься и заезжайте к Жорику. А надо вообще на в покрасочную. Вот, давайте быстренько делаем тонировочку чёрненькую в хлам. Как, собственно говоря, написал подписчик этот Никич. Давайте теперь опробовать его баг. В чём же он заключается? Давайте ещё раз прочтём, потому что я, честно говоря, ничего не понял. Так, личи. Тонируешь чёрный цвет. Короче, нажимаешь кнопку «Открыть окно» и сразу же нажимаешь кнопку от второго лица. Поворачиваешь камеру на окно, которое открываешь. Баг проверен мной лично. То есть, ещё раз. Я должен открыть окно и сразу же нажать кнопку от первого лица. Окей, то есть, я должен нажать на окно и сразу же от первого лица. И что будет происходить? Не понял. А, вот оно чё, ребята. То есть, теперь у нас окно будет как будто открыто. То есть, с этой стороны оно открытое, а с этой, опа, нет, оно там открылось. Ё-моё, я в шоке, на самом деле, совсем, честно говоря, в шоке. Окей, ладненько. Давайте попробуем ещё раз. Но я не понимаю смысл этого бага, потому что тонировка с этой стороны, она чёрная. Но если мы смотрим с водительской стороны, то мы не видим, собственно говоря, то, насколько она тёмная. То есть, это сделано, ну, не прям, собственно говоря, как-то по-настоящему. То есть, в любом случае, этот баг работает. Мы его так поднимаем окно, делаем так, бац. И у нас уже оно как бы с этой стороны оно у нас закрытое. Но когда мы едем вот так, у нас оно открытое. И я не понимаю, в чём смысл. Потому что оно в любом случае вообще никак не мешает ездить. То есть, разницу, ребята, я не знаю, вы видите или нет. Потому что, ну, я очень вообще её практически не вижу. Это где-то нам нужно на белом цвете встать, чтобы вы увидели линию. То есть, вот это у нас стекло тонированное. А дальше всё это обычное. То есть, баг рабочий, действительно. Но я не понял смысла вообще его абсолютно. То есть, да, от третьего лица есть такое чувство, что окна закрытые. Но на самом деле они открытые. И вот так, бац, тоже баг срабатывает. А окна у нас открыты как бы на семёрке. Но в чём прикол? Оно абсолютно не имеет никакого смысла. Даже вообще вот просто ноль. Блин, я не знаю, где это использовать вообще можно. Ребята, напишите в комментарии, как вы думаете. Где вообще можно пользоваться этим багом. Где будет удобно, собственно говоря, его юзать. Потому что, ну, я не особо понимаю определённый прикол. То есть, мы вот так берём, выходим из тачки. И, о, уже всё-таки... А, я понял. Когда мы дверь открываем, то уже пропадает баг. О, дверь закрываем. И баг опять. Смотрите, ребят, что происходит. То есть, мы нажимаем на дверь. Опа, закрываем. И, короче, окно само по себе закрывается. Ну, довольно-таки специфичный такой способ. Как бы это баг. Так, да, действительно, я с некий чем согласен. Это действительно баг. Но у него вообще нет никакого от него смысла. То есть, определённо. Если бы был бы такой прикол, что можно было ничего не видеть от первого лица. То есть, реально была бы прям тонировка жёсткая. Тогда ещё было прикольно. А так, ну, не особо. Вообще никакой разницы я толком не вижу. Поэтому, в любом случае, ребята, обязательно ставьте лайки. Надеюсь, вам этот видос понравился. Он действительно получился странным. Но, зато мы испытали другой баг. То есть, вообще, новиночка такая получилась. Поэтому, ребят, если вы тоже знаете какие-либо баги, пишите о них в комментариях. Только не уже прекращайте писать по поводу того, что можно в Вести поставить спойлер. Или приори поставить спойлер. Потому что я уже про эти машины снял. И вы пишите одно и то же. Ищите другие баги и делитесь со мной с ими в комментариях. Мне будет так очень приятно. Я так смогу легче найти. И мне будет легче снимать. Поэтому, ребят, обязательно кодовое слово в этом ролике. Пускай будет тонировочка. Все, кто нам пишет слово тонировочка, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч!